ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ В форум лентах гласили, в день полиции произошло несколько взрывов. Есть заложники, эвакуированы жители ближайших домов. С официальным пресс-релизом Генеральная прокуратура вышла только к вечеру. Сообщив, перестрелка была частью операции по задержанию предполагаемых убить полицейского Жаксалыкбаева. Он погиб накануне в ходе другой перестрелки, вблизи поселка Кирпичный. Преступники оказались в сопротивлении и были ликвидированы. Назвали имена погибших, кого ловили и что рассказывают о произошедшем учевидце в следующем материале. Одна из самых распространенных версий среди очевидцев в АКТБ на сегодня такая. Трое подозреваемых в убийстве сотрудника полиции Тимирбек Жаксалыкбаева, по сведениям очевидцев, пытались скрыться в доме местного целителя Кадырата. Из-за чего информационные ленты сначала сообщали о том, что мужчину могли взять в заложники. Позднее выяснилось, что молодые люди спрятались недалеко от пункта приема цветных металлов. Прибежала, сказала, закройте окна все и двери и не показывайте, сидите дома. А потом через время слышим стрельба. Ну и потом это, сказали, выходите все с днем. Вот мы все бросили сюда. Ни областная прокуратура, ни департамент внутренних дел никаких комментариев по факту проведения спецоперации не дают. Место перестрелки до сих пор осыплено полицией. Те, кто мог быть свидетелем произошедшего, отказываются говорить на камеру. По некоторым данным, очевидцев, кто снимал происходящее на свои мобильные телефоны, вызывали в полицию. Достоверно известно лишь, что сама спецоперация по задержанию предполагаемых преступников длилась с двух часов дня субботы до почти восьми вечера с небольшими перерывами. На предложение сдаться подозреваемые открывали огонь. Как рассказывают очевидцы, на подкрепление полиции прибыл БТР. Кроме огнестрельного оружия, спецотряд использовал как минимум пять гранат, утверждают местные жители. Они полчаса у них в полиции сидели, они сказали бы, собирайте детей и уходите. А потом уже когда взрывать начали, они же тогда как заорали, так как выбежали, это что-то, в чём? Двое из трёх подозреваемых, Жалмырза Бекбауа, в 91-го года рождения, и Ерназар Мыргазаги, в 89-го года рождения, погибли на месте. Самый молодой среди них несовершеннолетний Габит Курманкул получил пулевое ранение и был доставлен в больницу скорой помощи в Актобе. Ранен также один полицейский и боец отряда специального назначения. Главврач больницы, куда были госпитализированы пострадавшие, Саулет Килимбердеев, в разговоре без камеры сообщил, что ранения всех троих средней тяжести, и в ближайшее время они будут выписаны. Как сообщила Генеральная прокуратура, были названы имена фамилий трёх человек, участвовавших в перестрелке с полицией в Актобе. Это 17-летний Габит Курманкул, 21-летний Жалмырза Бекбауа и 23-летний Ерназар Мыргазаги. По официальной информации, во время перестрелки Жалмырза Бекбауа и Ерназар Мыргазаги погибли. 17-летний Габит Курманкулов получил ранение. Журналисты попытались найти страницы парней в социальных сетях. В моём мире зарегистрирован парень по имени Габит Курманкулов, 94-го года рождения. Так, последний раз в свой блог он заходил в декабре 2011-го года. Оставил тогда там запись «Начинаю жума намаз, люди читайте намаз». В той же соцсети зарегистрированный Жалмырза Бекбауа, его возраст также совпадает с данными Генпрокуратуры. Последний раз он заходил на страницу, тоже в прошлом году. При этом оставил запись о загробном мире. Также в этом микроблоге есть такая запись, цитирую. «Я несчастлив, хочу быть террористом». С матерью одного из погибших связалась журналисты радио Азаттык. «Он же парнишка, который ходил по городу. Я сама одинокая женщина. Он мой единственный сын. Он никому ничего не делал. Откуда я знаю? Не знаю, жив он сейчас или мёртв. Не могу найти. Наверное, прячут. Застрелили, потому что он мусульманин. Все знают, какой у меня сын. Единственный сын. Мужа моего тоже убили. Теперь единственная моя защита – сын». В первых сообщениях информационных лент 24 июня появлялась информация о том, что предполагаемые преступники якобы могли захватить заложника. Некого местного целителя – Кадырата. На видео, которое нам удалось найти в интернете, мужчина рассказывает о своих способностях исцелять. Правда, поясняет, что у него нет медицинского образования или каких-либо лицензий. Связаться с свидетелем не удалось. Словом, Генеральная прокуратура проверила версию о том, что во время спецоперации в Ак-Тубе были захвачены заложники или происходили какие-либо взрывы. Эксперты дают свою оценку произошедшему в Ак-Тубе событиям и высказывают предположения о случившемся. Мнение собирала Татьяна Ковалева. Вооруженное нападение на дорожного полицейского или террористический акт? После убийства сотрудника правоохранительных органов в четверг перестрелок и серии взрывов в Ак-Тубе в интернете прошла информация. Это ЧП – ничто иное, как акция экстремистов, приуроченная ко дню полицейских. Официальные органы все отрицают, а вопрос так завис в воздухе. Что же происходит в Ак-Тубе? Бывший заместитель министра обороны Республики Казахстана Мержан Тогусов случившееся называет вооруженным столкновением доведенных до отчаяния людей с представителями силовых структур. Он уверен, главная причина происходящего – безработица среди молодежи и отсутствие контроля за сбытом огнестрельного оружия. Я не считаю, что они особо подготовлены. Не считаю, что они имеют какую-то особую экипировку. Это простые люди, которые от нищеты, от того, что невозможно жить, от отчаявшись от такой жизни люди. Политолог Талгат Мамараимов в перестрелке с полицейским и во взрывах признаков терроризма не видят совсем. Объясняет, ни одна из существующих организаций не берет на себя ответственность за случившееся, не выдвигает требования и не проявляет своей политической позиции. Скорее всего, предполагает эксперт, несколько человек в Ак-Тубе совершили уголовное преступление. И направлено оно на уменьшение влияния силовых структур в политике Казахстана. Удар ориентирован против силовых структур, в первую очередь, Комитета национальной безопасности. Тем самым понятно, что пытаются, в первую очередь, нейтрализовать ближайшего соратника Назарбаева, то есть Нурта Абыкаева, и который многими рассматривается как вполне вероятный промежуточный второй президент Казахстана. В том, что взрывы, направленные против силовиков, проявление борьбы за власть, не сомневается и полковник КНБ в отставке Арат Норманбетов. Вот только свое влияние, по его мнению, усиливает не политическая элита, а террористические группы. Полковник объясняет, в вооруженных столкновениях прошлого и этого года наблюдается один и тот же почерк. Агрессивные молодые люди, периферия и Генеральная прокуратура, которая выдвигает невнятные версии, от которых, как показывает практика, может в конечном счете и отказаться. Они тоже порятся за влияние, за политическое влияние, за идеологическое влияние. Поэтому вот их эмиссары, они уже с давних пор у нас действуют. Просто это количество уже перерастает как бы в качество свое. Эксперты соглашаются в одном – недостаток информированности населения порождает множество версий и вопросов. В Октябрьской области подобные спецоперации проходят не впервые. Нечто похожее произошло летом прошлого года в поселках Шубарше и Кинкияк. Тогда тоже пытались задержать предполагаемых убийц полицейских. В ходе той спецоперации были погибшие со стороны правоохранительных органов. После в регионе заговорили о терроризме и религиозном экстремизме. Хронология подобного рода ЧП у Юлии Панкратовой. Хлопок такой сильный, взрыв был. После этого забегала вся милиция, спецназ, скорые начали подъезжать, пожарные машины. Так запомнился октябинцам взрыв, прогремевший в местном департаменте комитета нацбезопасности 17 мая 2011 года. Неизвестный подорвал себя прямо в холле. От полученных травм скончался сотрудник КНБ. Другой получил серьезные травмы. Третий пострадавший 32-летний предприниматель после взрыва провел около месяца в больнице. На невиданное доселе в Казахстане ЧП первыми отреагировали социальные сети. Это теракт. Были убеждены пользователи Твиттера и Фейсбука. Спустя несколько часов в надзорном органе подтвердили. На смертнике был так называемый поиск шахида, а преступление совершил 25-летний октябинец. Вот только слова терроризм генпрокуратура долго и старательно избегала. Макатов Рахимжан Урмбасайревич, 1986 года рождения, с целью уклонения от ответственности, находясь в здании Департамента комитета национальной безопасности Октябрьской области, совершил акт самоподрыва. За какие криминальные деяния преследовался Макатов, общественности так и не сообщили. Лишь подчеркнули. Он входил в некую группировку, а чуть позже к портрету добавилась деталь. Он был верующим. Силовики провели спецоперацию и 18 мая на юго-западе Октабе сдержали еще 20 человек. 12 из них объявили причастными к взрыву в ДКНБ и в закрытом режиме осудили. Руководитель группы ИСЕД Махуов получил 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с конфискацией имущества, двое 10 лет лишения свободы, один 8, двое 3 года, остальные 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. В ночь на 1 июля Октюбинский регион вновь стал горячей точкой. В поселке Шубарши, что в Тимирском районе, были убиты двое сотрудников патрульно-постовой службы. Известные обстреляли их у здания опорного пункта. В ходе преследования злоумышленников погиб боец спецподразделения «Орлан». Грянувшую следом спецоперацию в соседнем поселке Кенкияк еще долго будут помнить местные жители. В поселке Кенкияк установили слежку за всеми, кто был знаком с подозреваемыми. Единственная мечеть стала домом и тюрьмой для 17 местных жителей. Большинство сельчан опасалось телекамер. Немногие, кто пошел на контакт с журналистами, были убеждены, что убийство полицейских и орлановца – это ответная реакция. По их словам, силовики запрещали местным молиться и всячески унижали верующих. Вот эти полицейские всегда, когда намаз читают, по жопе пинают, заходят, как попало в мещель. Что за изобразие? Сами рабочие неправильно. Потом, конечно, они злятся. Чуть что уже ваххабисты говорят. Они же только просто намаз читают. Между тем, власти это отрицали. Заявив, что группировка, прикрываясь религией, просто воровала нефть. 11 июля спецоперация завершилась. После 14-часового боя было уничтожено 9 человек. Силовики тоже понесли потери. Погиб Сункаровец, двое полицейских получили серьезные ранения. 6 человек, которые уничтожены, это, можно сказать, лидеры этой преступности. Выжившие перестрелки попали на скамью подсудимых. Процесс вновь пошел за закрытыми дверями. Были предъявлены обвинения по пяти статьям, в том числе убийство и терроризм. Двое подсудимых были приговорены к пожизненному заключению. Двое других получили 14 и 16 лет колонии общего режима. Эти акции искусственно сделают террористическими, чтобы решить какие-то политические задачи. Какие это отдельные разговоры. В частности, не надо забывать, что в тот год были выборы. И я считаю, что как жупел терроризма, так и жупел национализма, разыгранный в отношении отмены русского языка из Конституции, они сыграли очень существенную роль. И электорат мощно сплотился вокруг авторитарной власти президента Назарбаева. Эстафету актюбинских событий подхватила Астана. 24 мая здесь прогремел взрыв УИВС ДКНБ. Затем от Ирау. 31 октября произошли сразу два взрыва. А 17 ноября террорист-одиночка устроил стрельбу в Таразе и совершил самоподрыв. И, наконец, 3 декабря перестрелка близ Алматы в поселке Буралдай также была причислена к проявлению экстремизма. Юлия Панкратова, Алматы, Казахстан. На юге Казахстана возле погранзаставы Интымак в минувшие выходные произошло нападение на офицера-пограничника. В результате открытого огня погиб случайный прохожий. Как сообщает пресс-служба пограничной службы, инцидент произошел в районе половины шестого вечера 24 июня в населенном пункте Коктирек. Пограничник открыл огонь в целях самозащиты. При этом стрелял в воздух и по колесам автомобиля нападавших, говорится в сообщении. Очевидцы же рассказывают, что стрельба из автомата велась хаотично, а сам офицер был в гражданской одежде. С местными жителями поговорил Александра Ким. Она находится на месте ЧП. Свидетели происшествия рассказывают, в 20 метрах от ворот погранзаставы четверо мужчин жестоко избивали парня, который был одет в шорты и майку. Тот, в свою очередь, начал отстреливаться над наш автоматом. Только крики издалека, что кого-то ранили и смогли остановить. Это безрассудство, рассказывают очевидцы. Хозяин же оружия тут же скрылся за воротами погранзаставы и буквально через пару минут он уже в военной форме вышел на место происшествия. Шальная пуля попала в голову 18-летнего Нуржана Каякпаева, который находился в 150 метрах от места перестрелки. Его родной брат тут же отвез раненого парня в сельскую больницу, где, по его словам, медики даже не оказали первой помощи. Они направили его в районную больницу утром. Парень, не приходя в сознание, скончался. Единственное, что требуют сейчас родные погибшего, Нуржана, это найти виновного и наказать. Александр Ким, поселок Коктерек, Саргарский район, Южно-Казахстанской области. Дед пограничника Владислава Челоха, которого обвиняют в убийстве 15 человек, требует разрешить ему часовое свидание с внуком без свидетелей. Сегодня через СМИ Владимир Челох обратился к общественности за помощью. Дескать, о ходе расследования родные парни узнают только из прессы. И более того, внимательно отслеживая новости, они видят, как интервью родных погибших солдат противоречат официальной версии случившегося. Я требую, чтобы правоохранительные органы и следственные органы восстановили те события, которые были опубликованы по телевидению во время похорон Кима. И я требую, чтобы нам в ближайшее время предоставили свидание с внуком не на 15 минут, а на то время, которое мы, скажем, хотя бы час времени, и при том без свидетелей, так как находящиеся там люди мешают разговору между родителями и внуком. И второе, то, что в этих делах нарушаются права человека и презумпции невиновности. Бывшие военные посоветовали Владимиру Челлаху обратиться на внимание на нестыковки, которые следуют из публикаций в СМИ. Например, родные Руслана Кима в одном из интервью подробно рассказали, от каких ран скончался егерь. Эти данные явно противоречат официальной версии убийства майора КНБ в отставке, говорит Владимир Челлах. До сих пор не ясен вопрос с тремя неопознанными трупами. Если это не пограничники, то тогда чьи это тела и где солдаты, возмущается дед Владислава. Родные выжившего солдата решили более не ждать обещанного адвоката от общественных фондов и продолжают собирать деньги на юриста. Соседи, знакомые, неравнодушные граждане, в том числе и России, вносят посильную лепту. Всего нужно собрать 15 тысяч долларов. На Алматинском Арбате в выходные прошла акция в поддержку пограничника Владислава Челлаха. Алена Ан не верит тому, что 19-летний парень мог убить 14 своих сослуживцев и егеря. Девушка полагает, в произошедшем на заставе Аркан Кирген виновата власть. На необычную танцевальную акцию жители города реагировали по-разному. Кто-то даже с удивлением. Профессиональная танцовщица таким образом хотела донести свою точку зрения на произошедшее компетентным органам. По словам девушки, танец выбрала не случайно, как и другие формы протеста в Казахстане могут довести до тюрьмы. А вам, уважаемые представители власти, вы левой рукой пытаетесь творить добро, а правой вы творите зло. И вот, вы знаете, две руки должны делать одинаковые, это должно быть добро. Иначе все, что вы делаете вашей правой рукой, левой никакой не имеет значения. Когда вы посягаете на ребенка, я считаю, что хуже преступления на свете нет. Сегодня информационный портал Республика сообщил, что Владимир Козлов, лидер регистрируемая партия ЛГА, обвиняется еще по двум статьям Уголовного кодекса. Ранее сообщалось, что Владимиру Козлову предъявлено обвинение только по 164-й статье «Расжигание социальной розни». Теперь, отмечает издание, подтвердилось на 100%, что 18 июня были возбуждены два новых уголовных дела, в том числе по статьям 235 и 170. Статья 170-я является чисто политической. Напомню, весной именно эта статья была инкриминирована редактору газеты «Взгляд» Игорю Винявскому. Никогда ранее не применявшаяся статья, возможно, будет применена еще и в отношении известного режиссера Булата Табаева, молодежного лидера Жумбулата Мамая. Что касается третьей статьи 235-й, то в ней речь идет об организации организованной преступной группы. Журналисты издания пишут, что по этой статье, возможно, возбуждено не одно, а сразу два уголовных дела. Первое против активистов протестного движения из числа бывших нефтяников Жанузена, а второе против трех человек – Мухтара Аблязова, Муратбека Китибаева и Владимира Козлова. Арестованный режиссер Булата Табаев и молодой политик Жумбулат Мамай доставлены в СИЗО «Актау». Об этом порталу «Гульжанург» сообщила супруга оппозиционного политика Владимира Козлова Алия Турузбекова. По ее данным, обвиняемые в разжигании социальной розни сейчас находятся в том же следственном изоляторе, где лидер партии ЛГА Козлов и общественник Серикса Прогали. Адвокаты подозреваемых должны прилететь на Запад уже завтра. Как сообщила Алия, следственные действия с задержанными начнутся в среду. Напомню, 15 июня Табаеву и Мамаю была изменена мера пресечения с подписки о невыезде на арест, после чего они были задержаны и спустя несколько дней этапированы в Мангастаускую область, где пройдет судебное разбирательство по делу о разжигании социальной розни. А в Алматы сегодня в театре Аксарай. В честь арестованного режиссера Булата Табаева прошла пьеса под названием «Лавина». Суть спектакля в том, что люди, которые жили в страхе перед властью много лет, смогли побороть его и дать отпор. На идею поддержать известного режиссера откликнулись не только рядовые театралы, но и общественные деятели, представители оппозиции и актеры из других театров. Вражению лиц собравшихся можно было заметить, что люди сочувствуют Булата Табаеву. В конце пьесы зал аплодировал, стоя были те, кто просил выйти на сцену самого мэтра. Сестра режиссера Дана Табаева сообщила, что завтра отправляется в Актау и на предстоящем суде будет выступать в качестве общественного защитника. Завтра я вылетаю в Актал, я написала заявление о просьбе, чтобы меня утвердили как общественного защитника. Завтра вечером я улетаю туда. Я надеюсь, что мне разрешат встретиться с братом. Просто я хочу его увидеть своими глазами, убедиться, что все нормально. Как я говорила, он человек сильный, духом сильный. Я надеюсь, что это он все выдержит. Напомню, театрального режиссера, журналистом Мамаем, сотрудники КНБ арестовали возле дома. Люди в штатском, заламывая руки, по данным соседей, насильно посадили 60-летнего Табаева в машину и увезли режиссера. Его соратники обвиняют по 164-й статье. Сегодня единомышленники Табаева продемонстрировали, что их дух не сломленный, и они продолжают дело своего наставника. Карагандинские металлурги официально заявили о предупредительной забастовке, которую не намерены провести в ближайшую пятницу. Акцию протеста поддержали более 10 тысяч работников металлургического комбината. Если жахтеры согласились с увеличением окладов на 2,6%, и подписанность компанией «Арселор Миттл Тимиртаус» соглашения лишает их права участвовать в забастовке, сталевары продолжают настаивать на 30% повышении. Кроме того, выдвинуты еще ряд требований. Рабочие из стального департамента просят провести индексацию окладов на уровень инфляции в полном объеме за прошлый год и сделать их перерасчет в текущем году. Еще металлурги требуют ввести мораторий на дальнейшее сокращение персонала. По подсчетам правкомов, за последние 15 лет на металлургическом комбинате уволили 14 тысяч человек. То есть нагрузка на рабочих увеличивается, а зарплата остается прежней. 29 июня с 7 до 10 утра. К работе не приступят только те сотрудники, чей труд не связан с непрерывным циклом производства. Создан забастовочный комитет, который возглавит так называемую предупредительную забастовку. Если и решением такого после проведения этой акции не будет никакого принято, или не будет принято компромиссное решение, в этом случае у нас есть право в последующем трехдневный срок или в течение трех рабочих дней опять уведомить администрацию, выдвинуть требования и принять решение о проведении бессрочной забастовки. А в Астане в минувшее воскресенье прошел митинг против коррупции. Начался он с истории Владимира Свидерского, предпринимателя из Кукшетау, чей сын оказался замешан в скандале. Напомню, против него подали иски прокурор Акмолинской области и экзаместитель министра внутренних дел Александр Кулинич. А вот другой публичный поход за правдой сегодня провалился. Тему продолжит Булат Белкасимов. Несостоявшийся пикет. Сегодня работники охранного предприятия «Бласт-Легион» во главе с правозащитником Булатбеком Бляловым планировали выйти с протестом к зданию городской прокуратуры. Они два года не могут добиться выплаты заработной платы. И это при том, что суд обязал руководство фирмы погасить задолженность. Надзорный орган, в который 15 сотрудников агентства уже неоднократно обращались, хранит молчание. Вот и на этот раз пикет запретили, а на вопросы жалобщиков порекомендовали вновь обратиться письменно. Сдайте заявление, установлены сроки, получите ответ. Булатбек Блялов настроен решительно и отступать не собирается. Обвиняет работников прокуратуры в халатности, даже выдвигает ультиматум. Мы требуем, чтобы и сотрудники прокуратуры, которые своим бездействием и волокитой тоже способствуют уклонению от ответственности виновных лиц, тоже должны понести должное наказание. Накануне в Астане все-таки удалось помитинговать. Не окупая бай, конечно, но акция на улице Пушкина состоялась. Ее тема – борьба с коррупцией. Главный гость – кокшитауский предприниматель Владимир Свидерский. Тот самый, чей сын на скандальном видеоролике, попавшем в интернет, признается, что грел, греет и будет греть силовиков. При этом звучат имена прокурора Акмолинской области Азамата Желкобаева и бывшего заместителя главы МВД Александра Кулинича. Те подали иск, а теперь отец интернет-правдоруба заявляет, видеопризнание – это фальшивка. Его сын невиновен, а сам скандал – дело рук недругов, тех, что душат отечественный бизнес. В Казахстане крупный бизнес, он просто так существовать не может. Если будем говорить, это казино с оборотом в несколько миллионов долларов в месяц, то, естественно, его кто-то крышует. Меня вот на сегодняшний день, я хочу сказать, никто не крышует. И поэтому, наверное, все-таки вот эта беда в этом, потому что я никому не даю деньги. Такие признания на публику – редкость. Возможно, поэтому пример какшитауского предпринимателя организаторы вынесли на первый план – от частного к общему. Система гниет сверхов, убеждена заурежь Баталова и призвала Низы выходить на митинги тысячами. Пока главные коррупционеры, аккорды, правительства и парламента не будут призваны к ответу, коррупция будет процветать в Казахстане. Пошли, а вы, граждане Казахстана, не научитесь них спрашивать и не будете выходить на митинги тысячами, коррупция будет процветать в Казахстане. Бороться с коррупцией нужно повсеместно. Для этого на митинге решили. Нужно совершить своеобразное турне по областям и помочь активным гражданам с организацией акций протеста. Правда, при этом заурежь Баталова заявила, в частности, дольщикам, быть нянькой для них она больше не хочет. Пора самим публично отстаивать свои права. Быват Абилкасимов, Нурбыват Исаев, Астана, Казахстан. Проблемам людей, больных онкологическими заболеваниями посвящен фильм «Золотая рыбка. Утоли мою боль». Картина презентована сегодня в Южной столице. Проектом организаторы хотят привлечь внимание общественности и чиновников к теме онкологии. Статистика до сих пор не внесла ясность, сколько точно казахстанцев нуждаются в палеоативной помощи, то есть, что призвано помочь страдающему больному. Специалисты уверяют, что их количество переваливает за десятки тысяч. Инициаторы проекта критикуют бюрократический порядок и заявляют, надо сделать систему выдачи лекарств для больных раком доступной. Второй важный момент – создание новых хосписов, спеццентров, где поддерживаются особо тяжелые больные. На всю страну их шесть, когда на один только Алматы, как уверяют врачи, требуется не меньше пяти объектов. И, наконец, для оказания палеоативной помощи на одного человека в среднем требуется порядка 70 тысяч тенге. Выделяемых денег из бюджета на всех не хватает, жалуются эксперты. Главная, наверное, цель – это привлечь внимание тех, кто принимает решение к этой проблеме. Показать, например, конкретных больных, которые здесь в этом фильме выведены, чьи судьбы здесь показаны. Потому что проблема есть, ее надо, и главное, что ее можно решать. К сожалению, мы можем констатировать, что на данный момент в Казахстане действует неоправданная строгая система и учеты, и выдачи обезболивающих наркотических средств. А перечень этих препаратов, как уже говорилось в фильме, он очень ограничен. Вот такой порядок делает такие препараты недоступными для пациентов, для людей, которые страдают от сильной боли. Второе по значимости соревнование в мире спорта пройдет в Казахстане. Южная столица примет в 2017 году Всемирную универсиаду. Эту тему сегодня в Алматы прошла коллегия под председательством министра образования и науки Бахаджана Жумагулова. В связи с универсиадой в городе будет построена Олимпийская деревня на 20 тысяч мест. После соревнований ее планируют переоборудовать в общежитие для студентов. С 2001 года казахстанская молодежь уже имеет опыт участия в этих состязаниях. За это время в копилке национальной команды собралось 62 медали. Из них по 18 – золотом и серебром. Хотя прошлый год для отечественных студентов казался далеко не победным. Предстоящая универсиада 2017 года. Первая зимняя универсиада стартовала в городе Шамани во Франции. В прошлом году она прошла в Турции, теперь пройдет в Словении. В 2015 году в Испании, в 2017 году ее примет наша южная столица. Универсиада – это значимое событие в мире спорта. Обычно 60% участников универсиады участвуют и на Олимпийских играх. Пока это вся информация. Продуктивной вам рабочей недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин